а ты знал что из всей добываемой соли в мире только 6 процентов используется непосредственно в кулинарии 17 процентов используется для обработки дорог во время гололеда а остальной объем используется металлургии на лакокрасочных заводах холодильных установках а также в транспортной и химической промышленности прикольно ты чем занят вообще солянку готовлю я за хлебом друзья конечно же солянка готовится не из одной лишь соли да и этот выпуск на самом деле вовсе не про нее но про один из важнейших ингредиентов этого прекрасного блюда а именно про мясные деликатесы в эфире сценарий цен меня зовут иван сапелкин и сегодня вы узнаете какие мясные деликатесы предпочитают ставропольцы как и из чего делается колбаса а также что из закусок можно приготовить дома и сколько это стоит мясные закуски неотъемлемая часть практически каждого стола не считая веганского разновидности деликатесов огромное множество от ветчины и рубленые колбасы до бастурмы и хамона и сегодня мы расскажем вам о некоторых из них во многих странах существуют традиционные закуски из мяса в финляндии например это свиной окорок в испании хамон и чариза в италии пепперони и карпачо в восточной европе сало и буженина а в средней азии суджук и бастурма у нас в крае почти 100 предприятий и есть и крупные из них есть малые хозяйства есть даже колхозы которые занимаются воем первичной и вообще переработкой мяса соответственно ассортимент конечно абсолютно разный кто-то реализует в охлажденном виде туши полутуши но порядка 30 производителей предпочитают перерабатывать на своих мощностях полученное мясо поэтому у нас очень активно сейчас развивается это отрасль колбасных изделий и мясных изделий у нас произведено за год почти там порядка 12 тысяч тонн и мы идем с таким уверенным ростом по отношению к прошлому году почти 15 процентов в рамках нашей программы мы решили взять несколько разновидностей деликатесов которые легко найти в магазине и в то же время приготовить дома начнем с колбасы мясо мы используем в основном трех видов это свинина говядина птица преимущественно сырье для производства колбас мы берем у местных сельхозтоваропроизводителей то есть товаропольского края есть конечно вспомогательные материалы это функциональные добавки регуляторы стабилизаторы специи в основном мы работаем на экстрактах специй и на натуральных специях процесс вообще начинается с подготовки сырья то есть мы завозим завозим в цех сырье подготавливаем к измельчению дальше мы измельчаем его подготавливаем именно к дальнейшей обработке в дальнейшем и специально обученные люди собирают согласно рецептуре именно состав колбасы дальше это все переходит на процесс кутирования мы его кутируем уже доводим до практически готовности фарша то есть там уже мы используем и вспомогательные материалы и специи далее мы выгружаем фарш и передаем его на формовку формовка у нас двух типов ручная механизированная механизированным способом мы формуем вареные колбасы сосиски полукопченые кольца допустим мы формуем вручную по старинке в дальнейшем обязательное условие изготовления колбасы это осадка то есть колбаса набитая в оболочку должна отстояться от 4 до 12 часов при определенной температуре в дальнейшем она проходит термообработку мы используем для термообработки универсальные коптильные камеры в которых проходит весь цикл обработки то есть подсушка копчение варка остывание и в дальнейшем отпускаем уже на упаковку для придания конечного потребительского вида продукта приготовление колбасы в домашних условиях не сильно отличается от заводских для приготовления домашней колбасы вам понадобятся всего три ингредиента мясо любого вида оболочка как правило для этого используется свиная или говяжья кишка и специи соль и перец мясо рубим на мелкие кусочки смешиваем со специями и наполняем оболочку далее варим жарим или коптим домашняя рубленая колбаса готова килограмм такой колбасы обойдется примерно в 350 рублей ключевой сегмент себестоимости колбасы это стоимость сырья вот это основная база в дальнейшем трудозатраты энергозатраты и затраты на вспомогательные материалы что касается государственной поддержки конкретно для мясной отрасли и для производства деликатесов есть очень много финансовых мер поддержки это и возмещение затрат допустим по оборудованию по упаковке можно привлечь льготное кредитование например на пополнение оборотных средств здесь очень активно развивается у нас и экспорт в этом направлении очень сейчас такой активный у нас идет экспорт колбасных изделий вот поэтому здесь можно также воспользоваться господдержка на уровне федерации на уровне края колбаса пожалуй действительно одна из самых популярных местных закусок но давайте узнаем какие деликатесы чаще других приобретают ставропольца наши ставропольцы чаще всего берут такую ветчину домашнюю колбаску бастурму естественно конечно самая лучшая продукция это сало сальце ветчина как и у колбасы у этой закуски есть масса вариаций но как правило основа одна и та же свиной окорок да иногда используется и другое мясо но не будем заострять на этом внимание в россии внешний вид ветчины обычно отличается от остального мира если у нас она продается в форме похожей на колбасу то за рубежом чаще всего это целый окорок и и тоже можно приготовить дома например уилчерскую ветчину рецепт которой вы можете найти в любом источнике такая закуска обойдется вам примерно в 900 рублей но учтите что готовится на почти неделю шесть дней из которых это только засаливание что касается ветчины это такой более традиционный продукт который у каждого ежедневного до употребления ветчина конечно бывает гостовская бывает поту наши производители уже давно освоили эту технологию как бы и активно допустим разрабатывать технические условия там же даже с некоторыми добавками если у вас уже булит в животе держитесь нам есть еще что вам рассказать на очереди сало о вкусах конечно не спорят но я искренне не понимаю людей которые его не любят сало универсальный продукт на нем можно жарить например картошку можно есть прикуску с борщом или положить на кусочек черного хлебушка с ломтиком соленого огурчика кроме того сало укрепляет иммунитет улучшает работу сердца выводит из организма токсины и является мощным антиоксидантом но самое главное его тоже можно приготовить дома в среднем если готовить самим килограмм вам обойдется от 100 до 400 рублей в зависимости от вида сырья расскажите пожалуйста ваш фирменный рецепт сал ну что вам сказать у нас самый простой рецепт соленого сала это берется сало сырое соль перец чеснок и просто пересыпается солью на протяжении двух недель это все солится потом все смывается ложится в пакет и в холодильничек пожалуйста потом уже чесночку и свежим свежей петрушкой прочим вся зелень которую вы заключающим деликатесом сегодняшней программы будет южная нотка бастурма это мясо вяленая специя традиционно ее готовить из говядины и это же можно приготовить дома для этого нужен крупный кусок говяжьей вырезки около пяти сантиметров толщиной после подготовки мясо засыпается солью и отправляется в холодильник на три дня при этом каждый день нужно менять соль на новую спустя трое суток говядину нужно промыть просушить и обвалять в специях после чего ее подвешивают в проветриваем месте например на балконе и оставляют на 2-3 недели до полной готовности обратите внимание что специи можно использовать любые но обязательно ингредиент чаман без которого бастурма не будет бастурмой в среднем это закуска обойдется вам в 1200 рублей за килограмм видим что очень большой интерес есть у потребителями на к мясным деликатесам то есть вот та самая бастурма суджук то есть хамоны вот эти все названия да которые пришли к нам из зарубежья но здесь хочется сказать одно наши производители еще с 2014 года активно работали над импортозамещением поэтому в принципе сейчас на сегодняшний день у нас в этом сегменте импортозамещения сведено к нулю то есть у нас производится практически все мы видим солями мы видим чуризо и так далее и так далее то есть наши производители освоили эту технологию успешно ее внедрили и соответственно заняли свои вещи на рынке в сетевых магазинах достаточно большой выбор продукции особенно колбасы здесь она стоит от 65 до 300 рублей в то же время сало здесь стоят от 60 до 200 рублей а ветчина от 240 до 327 рублей в гипермаркете выбор намного больше здесь колбаса стоит от 55 до 500 рублей ветчина стоит от 150 рублей до 320 а сало от 50 до 220 но как и в предыдущем сетевом магазине бастурму здесь не встретишь даже в магазине у дома можно найти местные деликатесы колбаса здесь стоит от 85 до 270 рублей сало 150 а ветчина 250 в целом выбор есть но бастурму и похожие продукты здесь вы уже не найдете но если вы все же не нашли ничего подходящего в магазинах то смело отправляйтесь в мясной отдел или специализированный магазин здесь например колбаса стоит от 650 до 850 рублей за килограмм ветчина около 850 рублей сало от 550 до 750 а килограмм бастурмы примерно полторы тысячи рублей последние два года мы видим что идет активное освоение потребительского рынка именно производителями вот то самое понятие фирменный магазин оно как раз таки пришло к нам из производства потому что наши производители стали размещать свои торговые объекты на рынках на ярмарках на не стационарных торговых объектах если там два-три года назад у нас таких фирменных магазинов или магазин с фирменной торговли было всего порядка 250 то по итогу 22 года эта цифра превысила 520 то есть сейчас мы уже прогнозируем 600 в этом году ну и соответственно дальше развиваться подведем итоги мясные деликатесы не являются дефицитными продуктами их можно найти в любом магазине и по приемлемой цене но помните что стоимость готового продукта должна быть не ниже стоимости исходного сырья в противном случае вы рискуете приобрести некачественный товар в то же время вы вольны приготовить их дома и в большинстве случаев это будет выгодным решением но не забывайте что помимо денег вы потратите и свое время а как мы сегодня выяснили многие закуски готовятся довольно долго и трудоемко в целом как и всегда выбор за вами но мы с вами прощаемся до новых встреч в следующем выпуске в следующем выпуске